Глава государства должен четко обозначить официальную стратегию возвращения Крыма. На этом настаивают народные депутаты, комментируя подрыв электроопор на Херсонщине. Такая бездеятельность, по их мнению, привела к тому, что граждане самостоятельно начали вводить санкции к оккупационной власти. Народные избранники в большинстве своем не против прекращения поставок электроэнергии на полуостров. Свет в домах крымчан уже пятый день, всего по несколько часов сутки. Таков график веерных отключений. Однако в некоторых отдаленных районах полуострова света не было с субботы. Самостоятельно Крым обеспечивает себя лишь на треть от потребностей. Постоянный ток есть только на социальных объектах и военных базах. Так называемая власть пытается спастись генераторами, но их мощность очень мала, говорит нардеп крымчанин Юлий Мамчур. Обеспечить энергоснабжением на постоянной основе социальные объекты Крым может самостоятельно. Если уменьшить поставки электроэнергии в российские военные базы, которые находятся на полуострове, говорит основатель попечительского совета Международного фонда помощи жертвам террористических актов крымчанин Андрей Сенченко. Граждан сложилось, сформировалось такое общественное мнение, что возможно верхушке украинской власти, президенту, премьеру, их окружению комфортно было бы забыть у Крыма и Донбасса и счастливо править и решать свои бизнес-задачи на оставшейся территории. Но проблема в том, что граждане с такой формулой не соглашаются. И в отсутствие действий власти появились вот такие инициативы, может быть, жестковатые в виде взрыва опор. Но это в первую очередь реакция на бездействие власти. Народный депутат и советник министра внутренних дел Антон Герайщенко тоже выступает за энергоблокаду Крыма. Я скажу, что я большой сторонник энергоблокады Крыма и считаю, что нам нужно делать все, чтобы отделиться от России максимально. Пока там будет Путин, он будет постоянно угрожать нам. Поэтому рано или поздно он бы сам ввел блокаду против наших товаров. Рано или поздно он бы сам бы отключился от электроэнергии. Поэтому мы должны иметь государственную политику отношения к оккупированной территории. На сегодняшний момент этой политики нет. Согласно Женевской конвенции, именно страна-оккупант должна обеспечивать всем необходимым аннексированную территорию, напоминают народные избранники. Однако, как всегда, мнения в кулуарах парламента разделились. Продолжение следует...